И свой девятый строительный влог я начинаю с поиска ручек для перегородки. Целая история на самом деле. Эпицентр закрыли только на выдачу, а я нашла там ручки, думаю, поищу еще, если что, заеду в эпицентр куплю. Сегодня устанавливают перегородку и нужны ручки, но, к сожалению, эпицентр работает только на выдачу, я не могу даже оформить через онлайн, потому что, ну, все начали заказывать, в общем, сайт положили. Еду в VR, я, в принципе, там была, и я не нашла то, что хотела, но там у них тоже через сайт можно заказать, у них не все есть в наличии. Поэтому, в общем, не знаю, еду. Если что, тогда будет без ручек пока, пока не найду, прикрутить всегда можно. Сегодня покажу вам перегородку, которая разделяет спальню и гардеробную порцию, так что оставайтесь со мной. Конечно, большой выбор ручек на сайте VR, но здесь в наличии я тоже нашла то, что хотела, в принципе. Ну, я хотела другую, но сейчас у меня, как бы, нет такого выбора из-за этой пандемии, да, то есть по магазинам не поестешь, на сайте смотреть не очень хочется, потому что я люблю щупать, трогать. Вот, смотрите, их тут четыре штучки, они разные. Есть такая блестящая, есть как хромированная, вот такая желтоватая и серебристая, я беру желтоватую. Вот ручечки метровые, там есть никель, есть хром, есть алюминий, ну, то есть то, что вам надо. И у меня тут обновки, я не знаю, тут строительный влог, но я обещала девчонкам, что я буду показывать, ну, как бы вернусь к фэшн и бьюти теме тоже, то есть на канале скоро будут тоже видео. Вот, оставайтесь со мной, покажу, как будет выглядеть перегородка, гардеробная и спальня. Я еще приехала в Ашан, мне порекомендовали в фейсбуке одно средство химическое, я покажу это, сейчас покажу, короче, как мне отмыть стекла. Это прям проблема, поэтому надеюсь, что поможет. Я так и представляла, по цвету, ну, под плитку. Так, ребят, кто писал, что делает 2,80 потолки? Вот, смотрите, на 2,80 это только кондишен выведен. То есть потолки высокие. Вот это 3. А в целом потолок 3,100, 3,200, 3,300 с копейками потолок. Так что, вот это сколько? Вот это 3. Вот это 3. 3,100, нормальный потолок? Мне кажется, нормально. А мне кажется, можно опустить. Нет, здесь 2,90 достаточно. Окей. Вот 2,90. Я бы даже подописал. Чтобы как бы шкаф из потолка шел. Ну, так он так и будет. Смотрите. Вот у нас 2. Просто Андресоль будет отдельное государство. Она будет вот идти шкаф, а потом наверх будет закидываться Андресоль. Мы можем ее сделать, ну, вот как угодно. Ну, тогда надо опускать еще Андресоль. Андресоль сама опустится где-то на 5. Да? Не против? А вот отсюда это будет фальш-панель. Мне кажется, это слишком высоко. На завтра потом. Ну, я имею в виду, что мне почему-то в коридоре хочется потолок сделать поменьше. Поменьше. Хорошо, давай. 2,800 его сделаем. Да. Да, 2,800 и будем плясать от этого размера. Не хватит? Мне кажется, 6 сантиметров самое оно. И для прохода остается сколько? Метр? Метр двадцать, по-моему, я измеряла. Я думаю, ну, ты сейчас сто тридцать. Я думаю, сюда никто ничего не будет заносить. Вот это на окна. И все здесь на окна. Вот точный размер. Десять, двести, сорок, три. Ну что? Восемьсот. Это был фальшик. Панель. Ну, это 150 уже. Это так. Прям, я не знаю, шкаф. Мечта. Девчонки, хочу сказать одну прикольную штуку и при этом сразу благодарность. начали мыть окна. Начали мыть окна. Снутри помогло средство. Это клинт. Но снаружи оно не работает. То есть вот этот вот налет, который есть, его нереально отмыть. И я расстроилась. А потом вспомнила, что кто-то из вас рекомендовал развести в воде 9% уксус и как бы мыть им. Я поняла, что если разводить в воде, то не поможет. Ну, как бы. Поэтому я взяла и просто налила на окно. И думаю, просто попробую. Налила вот так вот и как бы пока где-то там дерла, тут высохло. И что я вам хочу сказать. Что там, где он мокрый, не работает. А там, где уксус высох на налете, во-первых, шипит, когда поливаешь. Ну, такая химическая реакция. И когда он высох, вот этой вот такой металлической шкрябалкой для посуды, начала вот так вот тереть. И представляете, он начал отходить. То есть он как... Вот. Вот тут я не поливала. Вот видите, он отходит. Но, когда поливаешь уксусом, он отходит еще лучше. То есть, в принципе, окна можно отмыть. Правда, это будет долго и нудно. Можно было вызвать специальную службу, которая это может сделать. Но когда я им показываю свои окна, они отказываются приезжать. Представляете? В эпицентре можешь глянуть? Я не в эпицентре, я в нашем магазине. Ну, когда будешь. Какое-нибудь средство для налета, от налета и ржавчины. Так это и есть. Какое-нибудь прям там супер мощное. Это и есть. Вот этот клиент, это самая супер мощная. Если вы знаете еще мощнее, скажите. Потому что я мощнее не знаю. Надеюсь, что я не царапаю окна. Давай проверим. Ну, они гладенькие вроде. Ну, когда приезжали ставить мебель, они занимаются и окнами. Сразу подошли к окнам и говорят, какие классные окна. Ну, то есть оценили. Они в таком виде стояли 4 года. Капало с крыши. Тогда еще не было крыши. И, блин, я не знаю, как я протопила этот момент. Сейчас все, еду за уксусом. Спасибо вам большое за совет. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Вот посмотри на себя. Вот так, на себя. Кого ты себе напоминаешь? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я с этими окнами чуть без глаз осталась. Химия, концентрат попала прямо в глаз. Ника мне принесла очки. Никуль, покажи. Я только что ездила в эпицентр. Ребят, пробовала все. И кислоту, и уксус, и разные химические средства, силит. В общем, все. У нас все. Мистеры мускулы и самое-самое сильное. Я поехала, купила вот это средство по вашим рекомендациям. Потому что я уже говорю help в инстаграме. И вот мне девочки забросили вот это еще много раз их. Но в эпицентре было только это. И мне сказали, что это самое сильное, которое у них есть. Другого ничего нету сильнее. Поэтому сейчас, конечно, мы боремся. Но скажу честно, я уже хочу сдаться и вызвать службу. Я звонила в службу. Я изначально хотела сразу, чтобы окна помыла служба. Но они говорят, сбросьте фотографию, что надо помыть. Я, какие окна? Я сбрасываю и сбросила им на лед. Три компании сказали, извините, мы к вам не приедем. В смысле? Говорят, ну мы боимся, что мы не справимся. Я говорю, класс. Поэтому, если не получится, то буду искать ту, которая возьмется. Хотя бы без гарантии. Но, блин, потому что это капец. Вы там мне писали по поводу того, что парочиститель. Ну, то есть, у меня просто его нету. Я понимаю, что для таких окон, наверное, он нужен. В общем, вот так. Глаз болит. Теперь пойду промою. А, печет. Ты с этим не шути. Да. То я еще вызвала. Ну вот, посадили туечки. Сейчас плюют. Я купила корневин и еще радиофарма, по-моему, называется. Это чтобы принялось. Дай бог, чтобы принялись. Потому что обидно будет. Тут их 11 штук. Я заказала 10, но вот человек в кепке, я забыла как их зовут, вот, он как бы и сажает и, в принципе, он был, где я покупала. Он сказал о том, что привез 11 и сказал, что 10 не сажают. То есть, ну, как бы, типа, примет такая. Я говорю, ну, ради бога. 11 так 11. Вот. Заказала двухметровые, но вы видите, да? Вот они приблизительно метр семьдесят. Если, наверное, с корешком, то два метра. Я хотела, чтобы они колоновидные, чтобы они выросли. Они до 8 метров. И близко, видите, друг к дружке. Метр расстояние, метр 05. Забыла, как этот куст называется. Поставила ему. Что-то на полу. На земле не лежал. На полу. Ну что, ребят. Вот. Посадили, уехали. За все отдала 5600 гривен. Это очень хорошая цена. Это вместе с посадкой, вместе с туей, вместе с доставкой. Вышла у меня вообще туя. Это 450 гривен. Называется она колоновидная. Она достигает до 8 метров. Вот. И мы договорились. Во-первых, мне привезли сразу 11, хотя я заказала 10. Мне сказали, что не сажают четное, надо нечетное. Я хочу стену. Я уже, по-моему, рассказывала в предыдущих влогах. У меня за забором начали строиться соседи. И у них будет двухэтажный дом. И если так, то со второго этажа они будут видеть полностью мой участок. Я не хочу. Поэтому посадила эту туи. Конечно, они достигнут забора только года через два, наверное. Ну, как мне сказали. Ну, в любом случае, это единственный выход, который я нашла. Так, что вам по твоему еще рассказать. Я внизу оставлю номер телефона и адрес, где я купила. То есть, где заказала. Потому что самшиты вот эти вот я купила в одном месте. А вот те, которые побольше, вот туда дальше посадила. Есть. Я купила, ну, Димит выбрал, две магнолии. Вот. Это все на вот этом вот Броварском проспекте. 20, по-моему. Я внизу адрес оставлю. И номер телефона тоже оставлю. Цена этих туи очень хорошая. Дешевле я просто не находила. Плюс хорошее качество. То есть, туйки зеленые. Все очень-очень хорошие. Я смотрела много где. И дешевле реально нету. Такая цена. 5600 за посадку и за 11 туи. Это шикарно. То есть, 430 мне отдали одну тую. Если больше 10. И 200 гривен доставка. И посадка. 50 гривен. Ну, как бы одна ямка. Плюс еще за лекарства. Ну, как типа удобрения. Вот. Так что, так. Ждем. Надеюсь, что приживутся. Там у меня малинка. Вот. И клубника. Здесь вся зелень. Я, по-моему, уже рассказывала. Да? Я уже не помню. Я и для инстаграма снимаю сторис. И для ютуба путаюсь. Видите? Я оградила огородик. Крышка. Вчера был сильный ветер. И все поуносило. Сейчас надо поубирать. Я этот огородик просто взяла и вот как бы закрыла самшитами. Когда они подрастут, то будет такая изгореть. Живая. Там тоже деревья. Я попозже расскажу какие. И кустики. Начали вылазить у меня уже. Вот видите? Это клевер. Вот. И. Такие плиты. Я заказала 50 штук, чтобы по клеверу не топтаться, а уже ходить по этим плитам. Так что через 20 дней поеду заберу. И вот он такой маленький. Мне выписали, что надо по нему очень аккуратно ходить, иначе погибнет. Вот. Хотя растение сильное, но все равно. И вот он везде, везде, везде уже вылазит. С этой стороны больше, с той стороны меньше, потому что там очень много сорняка, и надо как-то его убирать. В общем, тут меньше как-то сорняка, потому что здесь больше чернозема. И у меня появился крот. Это тоже очень плохо. Сейчас пытаюсь придумать, как от него избавиться. Та-дам! 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 Ты ж хотела лапки. Лапки будут. Этот, знаешь, для чего? Для чего? Сейчас я тебе покажу. Пошли покажу. И вам покажу. И еще купила вот такую вот штуку, потому что наша накрылась. Ай! 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 Как больно! Ненавижу крапиву! А-а-а-а-а! Для здоровья хорошо. Давайте я варю этот, как его, крапивой по попе. Ай! Как больно! Ну его нафиг! Так, я не знаю, что-то он не подходит. Ай! Ай! Как больно! Давай, знаешь, что? Он не подходит. Что делать? Эту штуку надо снять, и тогда подойдет. Вот так. Вот, все. Да. Это выбрасываем. Вот такой вот у нас. Кстати, знаете, что я придумала? Ай! Как больно! Ай! Крапива! Ай! Слышишь? Давай, чтоб тебе не было одиноко. Не надо! Не надо! Нихули! Это что? Это так неприятно. Ой! Все. Теперь у меня тоже болит. Да почему? Ай! Смотрите, я так подумала-подумала и решила, что возможно, вот на этом месте можно посадить самшиты. И потом они когда подрастут, и как бы тоже сделать из них живые скорость, ну такими, как бы им можно придать любую форму. Но они... Им не будет жарко здесь? Ааа! Ну они неприхотливые, и в принципе, наверное, не будут. Я отступлю. Вот. И где-то вот тут вот, вот так вот, вот тут вот так посажу. Как вы думаете? Ну я, в принципе, уже решила. Я хочу сегодня поехать их купить. Ай! Ай! Аааа! В общем, мне нужны коробки, потому что мы не собираемся переезжать. Ну как? Мы не собираемся переезжать. Я имею в виду с того дома надо перевезти вещи. И как бы нужны коробки. Поэтому мне с аптеки дадут. Сейчас в группе нашего села я спросила, может у кого-то есть. Действительно были и дали. и я еще купила рассаду малины. Сегодня вечером ее посажу. Вот. Она уже будет скоро цвести. Взяла еще вот такую штуку. Покажу. Заказала. Через новую почту мне прислали. Я видела, ну естественно у нас в интернете, если вы что-то ищите, то потом вам кидают рекламу что-то похожее. Ярос это короче такой типа реаниматор растений. Но он типа по составу, то есть он натуральный. Типа для выращивания экологически чистых продуктов. Вот. Поэтому не знаю. Посмотрим. 200 гривен стоит. Вот. Это 60 гривен. Тут три пустика. И сегодня я хочу поехать наверное еще за самшитами. Вот сюда. Видите? Тут как бы мы ходим. Тут ничего не будет расти. И как бы ну не хочется. Дождь идет. Не хочется идти по земле. Поэтому я купила такие квадратные плиты. Они недорогие. Они по 15 гривен 70 копеек. То есть я дала почти 400 гривен за 20 плит. Вот здесь они будут. Потом несколько плит положу между грядками. Тоже чтоб можно было удобно ходить. И вот здесь тоже. Вот так. Три-три-три. Вот. Я думала вот здесь еще посадить. Ну как посадить. Господи. Положить. Ну посмотрим. Я не знаю. Хватит или нет. Вот. То есть потому что лапки. Ну именно вот эти. Ножки ездят. Их хочется как бы декоративно. А тут. А тут вот так. Красиво. Мне так нравится. Да? Ну это только начало. А потом вообще будет красота. Но мне так хочется. А если мне так хочется. Значит так будет. Это вот тис разлоги. Да? Кустиком. А вот такие тисы. Они растут в колонной. В колонной. Вот как туя. Таких есть 6, 7. А почему они? Этих есть 7, но они не все одного сутка. А может и одного сутка. Одного сутка. Эти по 120 ливен эти дешевые. Эти по 250. Ну то есть это молодые растения. С прошлого года они. Кажется дождь начинается. Кажется дождь начинается. Я опять 25. Ну во-первых. Продукты. А то мама вчера Ника сделала бутерброд. Она хлеб. Я говорю хлеба не было. Хлеба не было. А что делать? Ох ты ж боже. Да мне вон. У меня три этих как его. Три горшка. И вот я докупила плитку. Сейчас как раз дождь ливанет. Я сейчас пойду покидаю ее. Ой как три птицы. Смотри смотри улетают. Сейчас как ливанет. Реально. Надо срочно. Это ласточки. Так круто. Не пугну. Что ты? Смотри опугаешься. Я думала дверь закрыта. Оказывается нет. Так. Облывай. Я хочу чтобы где-нибудь лупануло и я это сняла. А это снял? Нет. А еще ласточек снимаю. Они тут летают. А это примета такая. Да ласточки низко летают. Значит сейчас. Просто им не комфортно на высокой. Когда типа скоро будет дождь. Облака, влажность им не комфортно. И они начинают ниже летать. Ну естественно. Потому что они не хотят попасть под грязь. Видите как это работает? Потому что они попали под дождь. И там было мокро. А ты пакет. Ой. Глобурная Аня. Боже. Если твои подписчики это уйд... О. Только что сверкнула. Так. Мне надо успеть. 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 Так. Петунии. Ты можешь пока посадить петунии. А я пойду покидаю эти штуки. Да. Ага. Опять же мне начали писать. Что у многих туи просто испортились из-за животных. Вот. Надо насыпать ванильный сахар под туи. Они слышат запах. И типа не захотят туда ходить. Надеюсь, что это поможет. Я ни разу не видела, чтобы кошка туда ходила. Но вокруг она ходит. Нюхает. Потому что это что-то новое на участке. И я не хочу, чтобы туи испортились. Тем более их только посадили. Надо ждать две недели, чтобы понимать, прижились они или нет. Поэтому буду сейчас... Вот. О. Пошла, пошла уже. Я же говорю. Ходят вокруг туи. И плитка. Я купила плитку в строительном магазине, чтобы сейчас идут дожди. Вон она, видите? Нюхает, нюхает. Клёпа, что ты тут делаешь? Клёпа! Не надо ходить под туи. Иди туда в песочек. Давай. Так вот. Купила в строительном магазине эти плиты для того, чтобы когда идут дожди, ну и вообще не ходить по земле. Вот. Вот. Вон клевер пололазил. Клевер красный. Хотела белый ползучий. Если будете себе сажать клевер, обязательно покупайте белый ползучий. Потому что красный это кормовой. И он вырастает очень быстро и как бы большой. Поэтому, как говорят, ну его косить надо чаще. Икроты от него появляются. Вот. Поэтому и выкосить его потом тяжело. Это надо как бы... или копать, или заказать фрезеровку земли. Поэтому имейте это в виду. От белого легче избавиться. Ну когда вы захотите, например, траву засеять. У меня пока клевер, но мне молодой человек сказал, давай я мешок травы куплю, еще травой типа засеем. Вот. Чтоб типа клевер с травой. Глянь. Ну что, пошла кормить туи ванилькой. Мамуля в том году купила такие вот горшки и посадила туда питуньи. пока мамы нету. И я решила сделать то же самое, когда она приедет. Чтоб она была довольна тем, что я не упустила этот момент и сделала то же самое. Сказать, что я опять замахалась, ничего не сказать. по наддому, бурьян, камни. Отсюда. Качели отодвинула, подкачели дофига было. И вот тут вот все перекопала. Вот. Посадила. Боже мой, забыл, как называется эти цветочки. И подоставляла в этих, как его, в горшки и на подоконнике. Три. Три горшка. Вот. Сейчас еще тут посажу. Вот тут вот. И поставлю заборчик такой же беленький. И самое главное тут, кстати, еще надо будет. Вот. Это все было в бурьяне. Смотрите. Ну это правда за два дня. Но скажу честно, это просто трындец. Видите? Мусор тягали с Никой. Вот. Но Ника уже хочет сбежать из дома к папе. Я ее напрягаю. Вот. Убирать двор. Она, конечно, стесняется мне сказать, но уже такая говорит, да, и завтра тоже надо что-то делать. Да. Она у меня уроков много. И я ее понимаю. Мусор вывезу потом, попозже. Потому что еще, я уже говорила, с гаража надо мусор. Ну там ненужное как бы. Строительное тоже. И тогда машина приедет все это позабирать. Все перекопала. И я планирую здесь посадить эти самшиты и туи. Необычные, голубые. Три штучки. Три. В общем, я вам покажу. Очень красивые деревья. Именно деревья. Все там же. Покупала на... Ну я еще не купила. Я просто заказала. На Броварском перспекте 20. Номер телефона я в предыдущем влоге оставляла. Там очень хорошие цены на растения. Поэтому подготовила. Жду вот эти вот голубые туи. Чтобы самшитиками и с этими деревьями посадить. Но они выстриженные. Это тоже, можно сказать, вечно зеленое. Просто выстриженное правильно. И оно выглядит как дерево. Вот. Сегодня попытались собрать прошлогоднюю нашу беседку. Но потерялся где-то вот такой вот уголочек. И из-за этого не смогли собрать. Сказали, что если не найду это где-то в гараже, то будут варить. Но нет времени. Типа, ну правда, как бы минимальная оплата. А мороки с этим много. Поэтому сказали через неделю, через две, когда будет свободное время, тогда типа и сделают. И приедут, соберут. А я хочу это тут вот поставить. Вот. Конечно, хочется бетон, но блин, пока дорого. И вон, видите, уже травка потихонечку растет. Это, как я уже говорила, да, клевер. Клевер красный, кормовой. Он будет большим, его надо будет стричь. Вот. Но я же говорила, еще раз повторюсь, если будете сажать клевер, то белый, низкорослый. Он круче, лучше. Ну, я уже посадила такой, уже избавляться от него не буду. Ну, как бы так. Что еще? Вон мой уголочек. Сегодня посмотрела, что две розы не принимаются. Они, они приехали такие слабенькие. И сейчас они такие, как бы, такие как сухие. Я еще подожду чуть-чуть, напишу в сад огород. Может быть, мне заменят. Если нет, тогда уже. Ну, просто обидно, как бы. Вот. Вот. Ну, в принципе, вот так вот. Стол тут уберу с этого. Сейчас покажу. Я уже еле говорю, если честно. Вы уж меня простите. Вот. Это Ника. Молодец. Видите, она их закопала. Копала долго. Поэтому не так это просто, как кажется. Закопать. Немножки. Плите уже, наверное, сама закопаю. Может быть, когда она захочет, не буду ее напрягать. Вот тут вот надо разобраться. Потому что, видите, тут уже что творится. Я поставила поддоны. Я хочу все вот эти вот, ну, как бы, прибамбации, да. Вот, например, все, что надо для сада. Тут все перебрать, разобрать. Вот, например, в такое вот. Аккуратненько все подкладывать, чтобы чистенько было и красиво. Вот. Поэтому разрастутся еще. Ну, вот как-то так. Надо будет сейчас еще граблями поработать. Потому что много всяких веток, всякой фигни по двору еще. Еще есть чем заниматься. Работы, на самом деле, еще много. Но у меня тут уже начало прорастать. Вот. Первый этот. Видите, и клевер лезет. Потому что, когда осеяли, ветер дул и надул. Надо будет убрать его. Потому что он сильный. Он, как сорняк, забьет зелень. И вот. Вот. Видите, ветер дул, ливень шел и разнесло. Всякие бумажки всякие, пакетики все валяются. Надо будет все поубирать. Стоит красотка. Перегородка. Я вам завтра. Сегодня уже сил нет. Светло будет. Я вам покажу перегородку, расскажу, что да как. Я все. Еще нет даже десяти. Я справилась. Сейчас только полью. Вот. Забор закруглила. Потому что тут нет смысла делать его квадратным, как там. Сейчас полью, потому что я, ну это я пылила. Я посадила семена цветочков. И еще подсолнух низкорослый. Не знаю, получится, не получится. Зайдут, не зайдут. Но полить надо. До сих пор Rifства. Продолжение следует. День, два р complicated. Всего р craftspecialㅆх это crumble. Продолжение следует...